Пригород Мариуполя под огнем градов сегодня под обстрел попала и наша съемочная группа. Людмила Горбач у нас в эфире. Люда, расскажи подробнее, что с вами произошло. Наташа, в самом городе все спокойно, а вот вблизи Мариуполя украинских военных сегодня боевики обстреливали 7 раз. Из стрелкового оружия, минометов, из градов. Ночью было тихо. Все началось около 7 часов утра. Первый обстрел наших позиций был недалеко от поселка Павлополь. Там 18-й батальон территориальной обороны. Была целая артиллерийская дуэль. Наши бойцы дали ответ после очередной атаки, уничтожили одну бронемашину террористов. Лишь так, в буквальном смысле, отогнали противника от себя подальше. Обстреливали наших и на других огневых позициях, недалеко от Гнутова и Чермалыка. Военные все целы, техника тоже. Под обстрел попали мы, когда снимали этот материал. Как все было, посмотрите, пожалуйста, в нашем сюжете. Перекресток. Повтори, как поражение цели. Тут обычно спят не больше четырех, а теперь тут тридцать, но в тесноте не под снарядами. Так накрыли, что это самое. Ну ничего, я кусок сала нес, я его не выгласил. Я же знаю, что сало это ж опиум. Ну а что, если я не покушал бы, я вообще бегать бы не смогу. Тона, тона, ответочка пришла. Все нормально, мы... О, это рядышком. Без улыбки никак, почти все одесситы. Моряк. Таксист. Педагог. Повар. Есть медик. До призыва работал на тракторе, да. А потом на четыре раза пытался пойти в армию, еле попал. Сейчас у меня это самое, Шайтан Трубак. СПГ. Убийца танков. Сколько времени сидели в блиндаже, никто не знает. Залпы затихли, все остались целы. Гизочка, смотри, иди сюда. Гизочка, рада, бережу, а? Маха. Что, все хорошо будет? Все будет хорошо, правда? Молодцы. Теперь можно и осмотреться. Вот стирку потрепала. Вот, вот, я вам белье. Ну, то я нам вот... Прошивок. Ну, тогда это осколки, мы все бьются. Вот. Прошивок. А что тут за носи? Это вот носы. Это что Родина нам выдала, вот хайнос. Наша машина стояла в стороне, но все равно колесо пробило осколком. Это вы еще легко отделали. У наших коллег теперь дыра в двери. А вот это летало над нашими головами. 20 минут назад боевики обстрелили наши позиции. Ответ боевикам. Украинские танкисты на позиции. Иначе не отстанут, говорят танкисты. Попали. У противника минус одна бронемашина. С родными эти ребята не виделись месяцами. И знают точно. Сегодня дома смотрят телевизор. Вам со мной все нормально. Я надеюсь, что вернусь домой живой и здоровой. Передаем привет нашим родным, близким. Всем, которые нас ждут. Не волнуйтесь, вернемся все живые. Обещаем. Мы вас любим крепко и обнимаем. Людмила Горбач, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер.